И так, снова рады вас приветствовать. Сегодня продолжаем наш, скажем так, цикл передач про юридические тонкости охоты и оружия. Итак, начнем, наверное, вот с чего. Опять-таки, что должны мы сами себе быть юристами. Почему? Да потому что, вы знаете, на самом деле юрист – это не тот человек, кто очень хорошо во всем разбирается в юридических тонкостях, аспектах, кодексах, а тот человек, который может быстро найти ответ на интересующий вопрос, ответ в последней инстанции, в последней редакции. Быстро, оперативно им сможет помочь. Поэтому мы, в принципе, должны сами себе таким быть. Вот еще отвлекусь. Недавно, знаете, пришел на крупные предприятия промышленные. Вопрос один возник, там тоже юридический. Подошел к начальнику юридического отдела огромного химического промышленного предприятия. Задаю свой вопрос. Как думаете, что она делает? Она у меня на глазах открывает программу «Консультант Плюс», читает, мне вслух ответ. Ну, хочу сказать, а ты думаешь, я этого сам не прочитал раньше, что ли? Прочитал. Я хотел от нее, как от специалиста, что-то там, да, какой-то квалифицированнейший, наиполнейший ответ получить. А добился вот цитату из «Консультанта Плюс». Ну, как мы уже говорили, законы наши дырявые. Честные люди почему-то должны придумывать какие-то хитрые ходы, чтобы их обходить. Много таких юридических двоетолкований. Законопослушные граждане вынуждены думать, что говорим, а если не знаем, что говорить, то лучше тогда молчать. Итак, продолжаем снимать наше видео про юридические аспекты обращения с оружием и охоты. Сегодня мы с вами давайте поговорим о такой фазе нахождения оружия, о такой стадии его, как транспортировка. Опять-таки, изначально вернемся к закону, прочитаем буквально, как это звучит. Статья 25 ФЗ об оружии, номер 150, учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование оружия. Эта статья также регламентируется постановлением правительства номер 814 о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия. Этим постановлением правительства, собственно, утверждены правила оборота гражданского оружия. В этих правилах в разделе 13 транспортирование и перевозка оружия и патронов. Пункт 77. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешения, выданного войсками нацгвардии, лицензии на их приобретение и экспонирование. Ну, в общем, все предельно понятно. Важный момент, что отражается, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также специальной упаковке производителя оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов. Это что нам говорит закон. А вот со стороны зрителей поступает множество вопросов по поводу нахождения в охоту угодьях с оружием без путевки. Казалось бы, наш закон об оружии ничего нам не запрещает. Там нет каких-то разграничений в охоту угодьях, не в охоту угодьях. Но есть еще ФЗ номер 209 от 2009 года. В части 2 статьи 57 закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов указано о том, что нахождение в охоту угодьях с оружием, обращаем внимание, неважно в каком оно состоянии, в собранном, разобранном, заряженном, разряженном, зачехленном, расчехленном, приравнивается к охоте. К охоте. А охота без путевок, соответственно, запрещена. Получаем привлечение к административной ответственности. Согласно пункте 6 статьи 1 закона об охоте, под орудием охоты понимается, ля-ля-ля, там, все, что у вас можно найти, это все орудия охоты. И если вы находитесь в охоту угодьях без путевки, соответственно, в сезон охоты, это приравнивается к охоте. То есть, получается, вы нарушаете закон об охоте, вы браконьер. Казалось бы, юридический коллапс. Такого быть невозможно, не должно. Два закона противоречат друг другу. Но есть, к сожалению, правоприменительная практика, которая, к сожалению, не на нашей с вами стороне. Итак, есть пленум Верховного Суда Российской Федерации номер 21 по этому делу. Есть определение Верховного Суда Российской Федерации номер 82 об этом моменте. Есть определение Конституционного Суда Российской Федерации номер 2558 от 15-го года, где судами высшей инстанции Российской Федерации все эти моменты определены как действительно нарушение. Тут уж мы с вами ничего поделать не можем, как говорится, голыми кулаками там на шашку не прыгнешь, головой об стенку биться нечего. Да, хочу отметить, было письмо. Было письмо заместителя министра агентства лесного хозяйства Лебедева, которым он указывал, собственно, своим всем подчиненным о недопустимости привлечения граждан к ответственности вот по всей этой теме при нахождении оружия с оружием в охотничьих угодьях без путевок при транспортировании. было это письмо, письмо это было от 3 июня 2014 года о нахождении в охотничьих угодьях с охотничьим оружием. Но, уважаемые владельцы, кто не знает, разочарую, данное письмо отозвано этим же министерством в 2017 году в сентябре. Отозвано, то есть его действие прекращено и аннулировано. Ну, такие у нас законы. Хотят, пишут письма, хотят, отзывают их. В письме указывалось о недопустимости, письмо отозвано. С чем может быть связано? Может, денег в казне не хватает, там, да, нарубить надо бабла опять на что-нибудь, там, отправить в Сирию куда-нибудь. Это не мои вопросы. Но, тем не менее, факт остается фактом законодательно. Все утверждено. Нахождение в охот угодьях с оружием, неважно в каком оно состоянии, это нарушение. Нарушается в данном случае статья 8.37 Кодекс административных правонарушений, нарушение правил охоты, правил рекомендирующих рыболовство и другие виды, пользенные объектами животного мира. Ну, такая практика. Что должен делать честный гражданин, если ему необходимо, действительно он не браконьер, ему необходимо проехать через охот угодья с оружием? Что он должен делать? Да убрать он его должен подальше. Вот и все. Моя рекомендация такая. Покупайте спортивную сумку, убирайте в спортивную сумку ружье, в разобранном состоянии патроны, ложите в багажник эту спортивную сумку и едете себе хоть в заповедник, хоть в заказник, хоть в национальный природный парк. Досмотреть вас никто не имеет права, если вы не нарушили законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, все требования на открыт багажник, они незаконны, можете смело не открывать. Если эта сумка будет у вас стоять на заднем сидении автомобиля, а не в багажнике, и какой-то там надзиратель увидит у вас в окно, может спросить, что у вас, а вы можете ему сказать, там, клюшки для гольфа, у меня там, мало ли, ботинки, кроссовки, я не знаю, у кого на что фантазия способны досматривать вас, никто не имеет права, запомните. Напоминаем, что досмотру подлежат только задержанные граждане. Личный досмотр, досмотр автомобилей, имеющихся при себе вещей, только задержанные граждане. Пока вы ничего не нарушили, пока вас административно не задержали, вы досмотру подвергаться не должны. Если охотный инспектор там какой-то настаивает, пусть вызывает сотрудников полиции, пусть приедет сотрудник полиции, и ему вы должны задать вопрос, почему вы хотите меня досмотреть? Я задержан? За что? За какое нарушение я задержан? Какую статью, какого кодекса я нарушил? Сотрудник полиции должен также знать, что досмотр это мера обеспечения по делу об административном правонарушении. А не способ выявления этого нарушения. Мы об этом уже видео снимали, пока не нарушили, вас право досматривать никто не имеет. Ни полицейский, ни охотный инспектор, ни сотрудник ЛРР. Хотите сами открывать? Открывайте. Они могут у вас разрешение спросить, но лазить не имеют права. На вопросы, есть у вас при себе оружие, смело отвечаем. Нет, просят осмотреть автомобиль, пожалуйста, выходите, захлопывайте двери, нажимаете сигнализацию и говорите, глядя в добрые глаза любого инспектора, осматривайте. Осмотр это не прикасаясь руками. То есть, все, что он увидит через стекло, все его. Поэтому старайтесь, чтобы ничего он там не увидел. Никогда никому не надо говорить, что вы едете на охоту, что вы охотник. Спрашивают, еду к друзьям навстречу. Это избавит вас от многих лишних вопросов. Если вы в спортивном костюме, спортивной сумке, отвечаем, оружия нет. Еду к друзьям, в баню париться. Все, что, какие ко мне вопросы-то могут быть. Оружия нет. Если уж вы сказали, что вы охотник, да, там, или вы в камуфляже весь ног до головы, вот вам все-таки нравится так ездить на машине, тогда что вы должны сказать? Что я без оружия. Вы знаете, сегодня у нас планируется застолье по поводу открытия охоты. Сегодня я планирую потребить алкоголь вечером. А я законопослушный гражданин. Я оружие в состоянии алкогольного опьянения в руки не беру. Поэтому оружие я оставил дома. Оно у меня сейчас дома. А завтра утром я за ним как протрезвее съезжу, привезу его и буду охотиться. Можете и так ответить. Если та же ситуация, вы у костра. Подходит какой-то охотный инспектор, сотрудник полиции, ЛРР. Здравствуйте. Вы охотники, а открытие охоты завтра. Соответственно, ваше нахождение с оружием сегодня у костра, но незаконно. На все вопросы вы должны отвечать, что оружия при себе нет. Сегодня вы отмечаете открытие охоты. Охотиться будете завтра. Завтра, как в трезвом состоянии будете, поедете за оружием, привезете и начнете охотиться. Все. Такой должен быть ваш ответ. Продолжаем. Очень часто, как на примере останавливают, сотрудники ДПС спрашивают, куда едешь? Меня вот этот вопрос, он вообще повергает, что куда едешь? Я обычно говорю, туда. И показываю рукой в любом направлении, которое мне понравилось. Ну, как правило, в сторону, куда у меня машина стоит, лицом. Я показываю туда. Дальше что-то проверяет документы. Ему ответ мой, естественно, не понравился. Он хотел конкретику услышать, что я еду незаконно добыть лося, там еще что-то хотел услышать. А я же ему этого не сказал. Немного погодя, вот он проверяет документы. Еще раз спрашивает у меня, а куда едешь? И опять, я один, в глаза отвечаю, туда. Ну, как правило, третий раз вопрос они задавать стесняются, уже неудобные. Но если вдруг зададут третий раз, а было и такое, я все-таки пошутил и сказал, что вот пока ты тут со мной разговариваешь, еду я к твоей жене. Ну, вот такая шутка. Он не понял, конечно, шутку. Ну, и конфликта никакого не было. Дальше. Ну, вот многие зрители канала пишут о том, что деревня находится на территории госзаказника. Оказывается, есть у нас и такие. На территории госзаказника находится деревня. Получается, мы, жители деревни, ограничены в праве владеть оружием. И не важно, что оно хранится в сейфе дома. Вот так вот, оказывается, бывает. Что тут сказать, не знаю, дурдом какой-то. По идее, ведь и в охоту угодьях деревня находится, получается, в сезон охоты всем владельцам ружья необходимо брать путевку. Потому что ружье хранится у него в сейфе, но в охоту угодьях он нарушитель закона. Хорошо, что вот это еще в голову до сих пор никому не пришло. А то скоро начнут на жителей деревень в охоту угодьях составлять протоколы о том, что они хранят их незаконно дома. Они же на охоте находятся, раз в охоту угодьях правильно получается. Вот еще один зритель, вернемся чуть-чуть назад, вопрос задает. Находился в состоянии алкогольного опьянения у костра, ружье в автомобиле, в чехле, в разобранном виде. Подошли, значит, сотрудники проверять. Ответил, что есть, вот оно в багажнике взял. Привлекли за ношение оружия в нетрезвом виде. Есть такая статья в Комплексе административных правонарушений. Ношение оружия в нетрезвом виде. Наказание вплоть до изъятия оружия и лишения права владения. Но так как этот вопрос уже о следующей фазе нахождения оружия, о ношении, мы на него ответим, наверное, в следующем нашем видео. Смотрите, подписывайтесь, развивайтесь. Всем удачи!